Всем большой привет! Меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите прохождение моего челленджа Апокалипсис. И у нас понедельник, 6 часов утра и пожар. Да, пожар у нас вот здесь, в коридоре. Устроил нам его пыльный кролик, которого мы благополучно не смогли устранить, потому что он оказался каким-то супер страшным, и мои семьи просто до смерти перепугались его, не захотели на него наступать. И что сказать, у меня тут дети спускаются покушать, хотя я так полагаю, что им лучше вообще просто сейчас как-то, я не знаю, всем выбежать на улицу, прям вот в срочном-срочном порядке. Я не знаю, ребят, я отправила Маршала, отправляю Маршала и Джулию тушить, мне страшно снимать игру с паузой, если честно, это какой-то кошмар. Я надеюсь, что у меня сейчас никто не умрет, потому что, ну, ну просто это будет ужасно, это будет ужасно, Маршал, бога ради, потуши, пожалуйста, потуши, дети, хотя знаете, что, девочки, наверное, вы не создаваете тут столпотворение, Ракель, ты вообще где? Вот и тут ты оставайся. А, угу, понятно. Ой, боже мой, ну, короче, ты никуда отсюда не выходи, вот иди сюда, там, не знаю, например. Вот, девчонки, вы, вы, наверное, знаете что? Так, что это? Продолжить маршрут в безопасное место? Ну, я даже не знаю. Господи, мне очень страшно, Маршал, я тебе просто умоляю, пожалуйста, потуши это, дети, дети, что вы делаете? Куда вы прямо в огонь идёте? Беатрис, отойди, пожалуйста, твой папка сейчас пытается спасти наш дом. Так, у нас сгорела одна люлька, о, чего, здрасте, здравствуйте, какой ужас, ребята, к нам пришёл Бэйн Талбот, это, между прочим, мафия, по-моему, из Бричестера, господи, боже мой, что, что, вы сейчас нас убьёте, или отберёте у нас все деньги собственноручно, что вообще происходит? Здравствуйте, уходите, пожалуйста, это, видите, это к нам с заданием пришли, вот прямо сейчас, в общем-то, возмущаются, почему это мы обычно по вечерам платим, да, как бы, вообще-то, давайте платите прям с утра. Так, ребят, ну что, мы пережили пожар, слава богу, он закончился, мы успешно его нейтрализовали, у нас сгорела одна люлька, ну, в принципе, и ладно. Ну, детей у нас пока что не предвещается, поэтому, да, кстати, насчёт детей, давайте мы детей-то оденем, вот, смени, пожалуйста, одежду. Ой, слушайте, конечно, серия началась мега эпично, Маршал, ты просто герой, ты просто герой этой серии, пил дедушка молоко, никого не трогал, и тут вдруг на тебе. Маршал, ты просто молодец, я считаю, что, да, ты герой сегодняшней серии. Так, и у нас где-то, кстати, ещё один был пыльный кролик, вот здесь, вот. Но у него уровень вредности нейтральный, и... Здрасьте. О, господи, боже мой Что? Нет, нет, нет Джулия, ты где? Ты где? Ты где? Ты где? Какого черта здесь, ребята? Нет, 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 нет Пожалуйста, пожалуйста, только не говорите, что у нас сейчас горит ребенок Пожалуйста, я же Я же этого не переживу, боже мой Пожалуйста, потушить, потушить Маршал, спаси свою дочь Нет, 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 пожалуйста Можно как-то... Женщина, помогите Помогите нашему ребенку Слава тебе, господи Боже мой, слава тебе, господи Ты мой герой, я не забуду твоего подвига Спасшего мне жизнь Женщина, я не знаю, что вы здесь делаете Слушайте, может быть, это у нас Из-за круги, в общем-то, они Почуяли, что у нас тут беда И, как вы видите, у нас даже Член, у нас даже член мафии Пришел в наш дом, думает Нет, ну что это такое, надо срочно спасать положение Потому что некому мне будет дань платить Женщина Вы героини в сегодняшней серии Давайте я вас даже сфотографирую И поставлю на превьюшку Потому что, господи боже мой Вы только что спасли нам ребенка За это вот просто от меня Огромнейшее вам спасибо И медаль за отвагу Какой кошмар Какой кошмар, какая дрянь Какая же это дрянь Все, Алиса Алиса, господи, бедный ребенок Ужас какой Это просто ужас Иди кушай Иди кушай Все, ребята, мне Вроде как мы отстрелялись Так, у нас тут уровень Нейтральный Можно, пожалуйста Можно, пожалуйста Все, Маршал, спокойно Спокойно, твоя дочь в порядке Можешь, пожалуйста, наступить Маршал немного испугался Чего ты? Два часа еще Ты будешь пугаться Да что ж это такое А ребенок Может наступить На вот это вот Паскудство Да Слушай, пожалуйста Ракель, давай Давай ты наступишь На этого пыльного кролика Потому что У меня никаких нервов Не хватит Так, иди Да, бери Кушай рыбку Конечно же Фух Ёлки-палки Ребята Вот это я сейчас Стрессанула, конечно Так, ну ты, конечно Маршал, ты с мафией Не общайся Да, у нас Он хочет, кстати Полакомиться нашей рыбой Ну, в принципе Мы, конечно же Не можем Отказать члену мафиози Господи, ребята Как же эпично Начинается серия Так, пожалуйста Ты можешь его раздавить? А? Ракель, пожалуйста Я тебя умоляю Давай, давай Топчи Топчи эту дрянь Все Слава тебе, господи Ракель Ты просто супер Ты просто молодчинка Ой, е-мое Все Мне надо Мне надо уже заканчивать На эту серию Потому что я просто В шоке, ребята Я не знаю У меня сердце ушло В пятки Особенно, когда я увидела Что Алиса горит У меня все У меня внутри Просто все замерло Обмерло Так, смотреть Не надо, пожалуйста Смотреть на ребенка Маршал Все, давай Ты, наверное, у меня Пока пойдешь поспать Я не знаю Пускай он Полежит Подремет Потому что Я думаю Маршал в шоке Ну, как и я Собственно О, боже мой Какой кошмар Женщина Вы, может, тоже рыбкой угощайтесь Она у нас Как бы свежеприготовленная Вкусная Поэтому, да Джулия Ты вообще Ты вообще где? Ты Харе лазить в телефоне У тебя там дочь Горела Ты с ума сошла Ой, давай Она у нас сошла Вообще-то душ принять Но Почуяла что-то неладное Да Материнское сердце Дрогнуло И Джулия у нас Срочно В срочном порядке Отправилась домой Смотреть, что такое Но, слава богу Беда миновала Ой, ё-моё У меня еще, знаете У меня еще все симы Вот с потребностями Такими очень плохими Да У Алисы тут ожоги Пожара нет А у тебя есть по поводу того Что меня спасли соседи? Слушайте, точно Пожар был такой страшный К счастью, соседи были неподалеку И смогли вас спасти Видите Это у нас, получается Действительно Люди Проходили мимо И даже Бэйн Вот этот вот Так, я надеюсь Дети Вы хоть с мафией-то не общаетесь Тут, я надеюсь Да С мафией общаться у нас нельзя Ни в коем случае Это нарушение правил Поэтому Да С женщиной вот этой общаться можно А вот с этим вот Молодым человеком нельзя Но Спасибо большое Что прибежали на помощь Видите У нас Мафия Все-таки Не такая Бессердечная Либо все-таки Это было, конечно В корыстных целях Аля, знаете Сейчас тут все помрут И кто мне будет платить Так, Алиса Давай ты Наверное Попробуешь Отмыться Я не знаю Как у тебя это получится В этой раковине Конечно И да, ребята Кстати У меня тут случился Форс-мажор Вот Я Закончила серию После этого Я хотела сохраниться У меня там В общем-то Я закончила серию Где-то вечером В воскресенье Когда маршалл Стал у меня стареньким Вот После этого Я еще проиграла До понедельника Где-то до Трех ночи Или до четырех Ну где-то так, да Пожара у нас не было Нет Я это переживала Вместе с вами Сейчас вот впервые В общем-то И Я Ну В общем-то Решила Что хватит Уже Наверное Играть Уже В принципе Было поздно У меня Я решила Сохраниться Ну Сохранить Игру Что у меня Получено Не вышло У меня все Зависло У меня вообще Впервые Такое было Что у меня Полностью Зависла Система Завис Ноут Мне пришлось Его Как бы Скажем так Насильно Выключать Вот После чего Я Несколько раз Пыталась Его включить Он вообще Ни на что Не реагировал Он абсолютно Меня не слушался Вот Так Рой Ты поел Рой Ты поел Нет Нет Нельзя с мафией Общаться Нельзя с мафией Общаться Дети Что вы делаете Я конечно Все понимаю Он пришел Нам помогать Но давайте Не будем Так делать Пожалуйста Иди вот Лучше Поговори С Мишкой Иди вот Лучше Поговори С Мишкой Расскажи О том Что случилось Обними его Скажи Боже мой Как же это было страшно Рэндал Кстати Ты тоже Тут кушаешь Так И да С мафией Не общайтесь В общем-то Я Несколько раз Пыталась Перезапустить Свой ноутбук У меня Это не получалось Я вообще Ну то есть Это было страшно Он меня вообще Не слушался Не отвечал Ни на какие Команды Я еле-еле В общем-то Даже на следующий день Уже пришлось Это все отложить Я еле-еле Там Как-то Добилась Чтобы обновить Систему И Windows И графический Драйвер И Вроде как Сейчас Работает Хотя тоже Я не скажу Что гладко Но точно Не так Как раньше Вот Из-за чего Собственно Я и не смогла Смонтировать серию Хотя у меня Был отснятый Материал Вот Но К сожалению Из-за таких Неполадок Я не смогла Для вас Ничего смонтировать Да И к своему Огромному Сожалению Я обнаружила Что последнее сохранение У меня осталось Это за Утро Воскресенье Там было где-то 11 утра Поэтому мне пришлось Сейчас за кадром Весь день Отыгрывать Заново Ну я старалась Сделать все Абсолютно То же самое Что я Как бы Делала И В прошлый раз Вот То есть Даже в плане Прокачки Я там Ну занималась Ровно тем же Чем раньше А нет Хотя нет Не надо мыть руки Потому что Вы все равно Сейчас уже В школу уходите Да Алиса тоже Кстати Уже Заканчивай намываться Вот Я конечно Не знаю С чем это связано Меня это В свою очередь Очень сильно Напугало Да И я не знаю Надеюсь Что в этот раз Я смогу Сохраниться Потому что Ну переигрывать Такие события Знаете У меня уже Никаких нервов Не хватит Если честно Вот Поэтому Даже не знаю Что вам сказать По этому поводу В общем-то Вот это все Что у меня случилось Вот такие были Неприятности Вот Но Надеюсь Что конечно Больше такого Не будет повторяться Так Давай пожалуйста Не будем Алису трогать Так У нас девахи пошли Да У нас С тройными рядами Девчонки Идут в школу Ну Ракель конечно Не успела помыться Но я думаю Ничего страшного Так Давайте мы это как-то Может быть Вот так вот Щелкнем Да Отлично Отличный кадр И кстати Что странно У нас уже Второй день Из своего хлева Не выходит какао Я не понимаю Почему Если честно То есть реально Вот уже два дня Я ее вообще Вот здесь не видела Я очень переживаю За нее То есть вроде как У нас все в порядке Хлев чистый Корм весь Я не знаю Но она почему-то Не выходит Может позвать надо Или что Она там Как вы видите Не спит Она не спит Она просто там сидит Я не знаю Что случилось Вот правда Так Алиса Усердно учиться Беатрис Усердно учиться И Ракель Усердно учиться Все Отлично Минус Минус Три человека Это Хорошо Да У нас тут Продолжаются Странные дела В общем-то Мафия продолжает Тусоваться У нас в доме Мне кажется Что пока мы Не заплатим Дань То Как бы Вот Этот молодой человек И не уйдет Никуда Ой В общем-то Да Сейчас Наверное Что Кстати у нас Джуля сегодня Идет на работу Да Через два часа У нее работа Принесет Денюжки Который мы Благополучно Отдадим Вот этому Мужчине Ну хотя Это не наш Мафиози Да У нас там А другой Молодой человек За все это Отвечает Но тем не менее И останется У нас на хозяйстве Один маршал И Рой С Рэндалом Но сейчас Я мальчишек Тогда буду Прокачивать Вот И да Конечно же О Кстати Пятый уровень Общения Отлично Мы с вами Закрыли Общение У Роя Да У нас Кстати Вот такие Вот навыки Как всегда С мышлением У нас Беда Горшок Горшок Второй уровень Ну в принципе Ты пока не хочешь Поэтому окей Можно было бы Воображение Попрокачивать Или мышление Знаешь Давай наверное Мышление Вот будешь Изучать унитаз Как у нас обычно Это делают дети У нас Кстати Как я поняла Сбор Вот написано Готово То есть мы можем Собрать Биотопливо Вот Я надеюсь Что я правильно Все понимаю Поэтому давайте Мы получим Биотопливо Вот Я так понимаю Что гумус Этот нам не нужен Хотя Если честно Я не знаю Как эта вся система Работает Но давайте Мы соберем Наше биотопливо Вот Одна банка С биотопливом Ну все Да То есть Либо гумус Либо биотопливо И я так полагаю Что мы можем Заправлять Наши генераторы Вот этим Всем добром Да Вот И что ты Опять возмущаешься Так И что мы можем Сделать Добавить Биотопливо Насекомых Интересно Это надо Прямо сейчас Сделать Или как Или это Как-то Накапливается Или что Добавить Биотопливо Насекомых Ну ладно Давай попробуем Добавить Биотопливо Вот Я не знаю Как там получится Не получится Маршал Давай покажи мне Как это делается Очень конечно Любопытно Так Дети у меня Дети Я говорю Мы должны изучать Ты изучаешь Гриль Да Рэндал у нас Изучает Гриль Узнает Что это такое Пытается понять Каким образом Это все работает А Рой У нас все делает То же самое Только не с Грилем А с унитазом Давайте ребята Вперед Вам нужна Двойка в мышлении Потом уже Станется намного проще Так А мы тут Добавляем Биотопливо И ты его Включил сразу Что ли Выключить Да Точно Включил Промышленный Экослед Ну это Ладно Так И что у нас Теперь получается Что у нас Работают Электрогенераторы Так Выключить Электрогенератор И что теперь Мне вот Интересно У нас работает Три Электрогенератора Так И что это И что это значит Каким образом Это будет отражаться Показать сведения О счетах Так У нас воды Кстати Вот очень много Накапливается Чего не скажешь Об электричестве У нас электричество Ноль Вот Так Но Вот там просто Тут какой-то положительный У нас кстати Счета Не На тысячу Да А то я испугалась Две тысячи Налог на участок Неоплаченные счета Подождите Сколько мы должны Оплатить Да Тысяча тридцать четыре Ну довольно таки Много кстати А ну мы и сейчас Их можем оплатить Давай Оплатим тогда Счета Вот Маршал вперед После этого Надо будет Чтоб ты вот Сходил сюда И починил Вот это Какао уже давно Чувствует себя Плохо Без должного ухода И это вполне Объяснимо Какао вот-вот уйдет навсегда Искать новый дом Однако Какао останется Если семья Макинтож Позаботится о еде Уборке и внимании То есть обо всем Что нужно для Хорошей жизни Надеемся Они не будут терять Времени Почему Почему Никаких не было Уведомлений О том Что нашей Какао Плохо То есть У нее же всегда Все было хорошо Она просто В один момент Ушла Вот в хлев И больше Не уходила Отсюда Это она Обиделась На нас получается Елки-палки Ребята Что ж такое Какая-то сегодня Серия Вообще Не очень Не знаю Нет Все Давай Быстро Позвать Какао Все Какао Пожалуйста Милая Выходи Не уходи От нас Я Я тебя Я тебя Прошу Ты вообще Плохо Плохо Чувствуешь Давай Мы Конечно Тебе Помоем Покормим Пообщаемся С тобой Обнимем Боже мой Какао Прости Пожалуйста Я теперь Буду знать Ребята Знаете Я просто Думала Ну мало Лена Там Отдыхает Как-то Там Или что Я не знаю Ну слушайте Корм Весь У нее Весь Там Корм Я не знаю Она же не голодная У нас Ничего Просто Получается Грязненькая И внимания Ей не хватало Господи Какао Прости Прости Меня Пожалуйста Я больше Так не буду Честное Слово Я постараюсь Чтобы все У тебя Было Хорошо Потому что Я уже Без тебя Не представляю Нашего Дома Если честно Я к тебе Ужасно Привыкла Я хочу Чтобы ты Была С нами Всегда Да Такая Смешная Господи Как я люблю Ее Как я люблю Эту Зайку Маршал Все Вперед Давай Ухаживай За животным Ничего Не знаю Так У нас тут Вернулись В общем-то И я прямо Сейчас Хочу Попробовать Пропылесосить Боже мой Мне так Прямо Знаете Так Необычно Непривычно Что у нас Будет где-то Чисто Ну В общем-то Я помню Прекрасно Что по правилам Апокалипсиса До того Как мы Не закроем Разнорабочего Мы можем Один раз В день Пропылесосить Только одну Комнату Вот И Я предлагаю Предлагаю Знаете Что Чтобы это Была Какая-нибудь Комната Где Сима Проводит Время Где они Там Прокачиваются Вот Собственно Давайте Наверное Мы начнем Я вот думала Может быть Какой-нибудь Из детских Ёлки-палки Что тут За срач Происходит Господи И Опять ты Опять ты Какой ужас И тут еще Один Нейтральный уровень Вредности Маршал Давай Наступить На него И Давайте Мы Тогда Вот Здесь Пропылесосим Получается Основательно Пропылесосить Вот Потому что Мне Все Мне Хватило По самое Не хочу Вот этого Вот всего Больше Таких Приключений Мне Не надо Так И что Что у нас Тут Происходит Маршал Когда ты Уже Закончишь Своё Основательное Пропылесошивание Расскажи Мне Что у нас Получится По итогу И я уже Буду отправлять Тебе Нужды твои Поправлять Так Ну В принципе У нас Как-то Вроде Как оно Везде Стало Почище Да Пылесосить Здесь Ну То есть Оно Как бы Осталось Грязным Да Но Скажем так Не в таком Плачевном Состоянии Но всё равно Как видите Наши цементные Полы Они Очень Так Грязные Так Стакан воды Отставить Давай ты лучше Вместо этого Будешь Намывать руки В общем-то Да Да Кстати Нам будет Наступить Ещё Напольного Кролика Вот А Ну Хорошо Да Поэтому Значит Ну Я не знаю Честно Не знаю Как это работает По комнатам Или по этажам Ну Посмотрим Вот Наверное Завтра Тогда мы Пропылесосим Здесь И Послезавтра Пропылесосим На этом этаже И Потом Ещё После После Послезавтра Мы Пропылесосим В подвале Так Что они Поделили Девочки Давайте Не будем Такими Токсичными Давайте Не будем Ругаться Я вас Умоляю Давайте Будем Поддерживать Как-то Отношения Хорошие Потому что В апокалипсисе Ругаться Нечего Делать Ещё У нашей Ракель Почему-то Очень Испуганное Лицо Она Прям В каком-то Шоковом Состоянии Находится Судя по всему Я Не знаю Правда Почему Но Просто Вот Посмотрите Мне кажется Что Это Из-за Того Что Она Подозревает Что Сейчас Будет Происходить Нечто Сейчас Будет Выбор Карьеры Для Наших Детей Не Получилось У меня Ещё Эпичнее Приблизить Ну Да ладно В общем-то Да Мне кажется Что Я вообще Давно Обещала Это сделать Но В принципе Мне кажется Что Настал Этот Момент В принципе Нашей Алисе Осталось 5 дней До Взросления То есть У неё Уже Чуть Больше Половины Своего Возраста Школьника Она Прожила Вот И уже Через 5 Дни Она станет Подростком Но Алиса У нас Будет Закрывать Подростковую Карьеру Я хотела Чтобы Это был Продавец Но В свете Последних Событий Я думаю Что Может быть Алиса Будет Закрывать Разнорабочего В общем Взрослую Карьеру Я буду Генерировать Для Четырёх Человек Это Для Ракель Для Беатрис Для Роя И Для Рэндалла Вот Так Ты у меня Идёшь Хорошо Попробовать Сходить на Горшок Всё Отлично Да И Я Прямо Сейчас Открою Генератор Наверное Я Хотя Вот эта Программа Как я уже Говорила Вам Она Не записывает Ничего Кроме Игры Но Возможно Я сейчас Попробую Как-то Через Стриминговый Сервис Захватить Экран С генератором Потому что Ну Мне кажется Это Должны Вы Видеть Тоже Чтобы Всё Было По-честному Поэтому Я сейчас К вам Вернусь Итак Друзья Спешу Вам Сообщить Что При записи Этого Момента Наверное Самого Важного Вообще Момента За всю Серию У меня Произошел Сбой Ну В общем По моей Вине Этот Кусочек Видео Я записывала С помощью Программы Для Стримов Вообще Вот И Там Я Совершенно Забыла Поставить Свой Микрофон В записывающее Звуковое Устройство Соответственно На выходе Как я уже Потом Обнаружила У нас Появилась Только Картинка У меня Была Только Картинка Звука Никакого Не было Да Ну Сейчас Я проверила Все ли Вам видно Все ли Работает Ввела Диапазон Чисел От 1 До 24 Карьер Которые Могут Нам Выпасть И Прямо Сейчас Будем Генерировать Карьеры Для наших Детей И В первую Очередь Я Генерировала Для Ракель То есть По Старшинству Первой У нас Пошла Ракель И Сейчас Мы узнаем Какое Ей Выпало Число И Давай Ангелина Нажимай Уже Скорее Не томи Не меня Не зрителей Ракель У нас Будет Закрывать Карьеру Под номером 4 И Да Открываем Список И видим Что 4 Это У нас Карьера Под номером 4 Это У нас Космонавт И Здесь Я Перелесну Собственно Самого Космонавта И Зачитаю Вам Что Он У нас Закрывает И Вместе С вами Мы Поймем Что Это Просто Потрясающая Карьера Да И В общем-то Прочитав Ограничения Которые Снимает Космический Рейнджер И Космический Контербандист Я Приняла Для себя Решение Что Все-таки Буду Закрывать Нашей Ракель Космического Рейнджера Вот Поскольку Ну Мне кажется Действительно Очень крутая Карьера Которая Предоставляет Новые Возможности В частности Мы Сможем Ставить Объекты Вне Стен Нашего Дома И Включать Ауру Эмоциональную Ауру У предметов Которые Ее Имеют Вот Поэтому Мне кажется Это Действительно Очень Здоровская Ветка В этой Карьере И Таким Образом Получается Что Ракель У нас Будет Закрывать Космонавта Космического Рейнджера Да На самом деле Все довольно таки Хорошо началось Хорошо пошло И прямо сейчас Я думаю Мы с вами узнаем Как же все там было дальше И что нам после этого Выдал генератор Да Ну что Мы будем переключаться Дальше или нет Наверное я все таки Еще С вами разговариваю О том Что я выбираю Космического Рейнджера Да Вот И сейчас Мы снова Перелистываем На список Наших карьер После этого Отправляемся В генератор И генерируем Уже карьеру Для Беатрис Для нашей Младшей Из двух Девочек Двойняшек И Беатрис У нас закрывает Карьеру Под номером Девять И это У нас Как вы можете Заметить Тоже Очень крутая Карьера А именно Преступник Ребята Да Можете вы себе Поверить Или нет Но нам Выпал Преступник И Я решила Что Скорее всего Беатрис У нас Будет Закрывать Преступник Начальства Ну потому Что сами Подумайте Каждый раз После оплаты Счетов Обнуляйте Бюджет Семьи С помощью Кода То есть Если мы Закроем Эту карьеру Если мы Закроем Преступника Ветку Начальства То мы Больше Никогда Не будем Платить Дань Мафии Вот В оракуле Конечно же Как и везде Там свои фишки Плюшки Но мне кажется Что преступник Ветка Начальства Это вот Прям Настоящий Мастхэв Особенно В начале Апокалипсиса Потому что Ну правда Представьте Сколько бы мы Могли уже Накопить денег Если бы мы Каждый понедельник Не Обнуляли Наши счета Просто Колоссальная Сумма Может накопиться На самом-то деле И Да Следующий Карьер Мы будем Генерировать Для нашего Старшего Мальчика Старшего Из двух Братьев Близнецов А именно Для Роя И ему Выпало Число Пять Число Пять Это у нас Художник Ребята Как вы можете Видеть По списку И Для Роя Я В карьере Художника Выбрала Ветку Меценат По-моему Меценат У нас Отвечает За то Что запрещено Продавать Любые созданные Симом-объекты Картины Статуэтки Свечи И так далее Через багаж Семей Или багаж Семьи Или Продавать Через мольберт Запрещено Клонировать Предметы Искусства Создавать Копии Да В общем-то Конечно Художник Истинный Мастер Там тоже Свои Интересности Вот Вот Я Кстати Вот По-моему Спрашивала У вас Совета Да Когда записывала Эту часть Видео И сейчас Тоже У вас Интересуюсь А что Думаете Вы Все-таки Художник Истинный Мастер Или Художник Меценат Но я думаю Что все-таки Будет нам Целесообразнее Сейчас Закрыть Мецената Потому что В таком случае Все картины Которые Сможет Нарисовать Наш Рой Мы сможем Не только Нарисовать И сложить В багаж Семьи Но еще И продавать А на последних Уровнях Навыка Рисования Там получаются Действительно Дорогостоящие Экземпляры Поэтому Мне кажется Художник Меценат Это очень Полезно И последняя Карьера Четвертая Для нашего Рэндала Для самого Младшего Из четырех И вернее Из пятерых Наших детишек И у нас Выпало число Одиннадцать И это Полицейские Ребята Да Я там Еще не спустилась Не знаю Еще какая Карьера Нам предстоит Для Рэндала Но это Полицейский И вот Здесь Я на самом деле Очень удивилась Во-первых Потому что Это открытая Карьера Соответственно Я понимаю Что это Будет Очень сложно Прокачивать Сразу Всех детей Следить За тем Чтобы они Отправлялись В нормальном Состоянии На работу И при этом Все Мы должны Будем Целый день Находиться Вместе С Рэндалом На его Карьере В общем-то В полицейском Участке То есть Мне кажется Это действительно Сложно Но Что закрывает У нас Полицейский А полицейский У нас Отвечает За то Что Как только У вас Появится Великий Полицейский Мафия Из городов И вы И вы Не препятствует Времени Не будет Совершенно Да, я понимаю Что это Будет Сложно Но На самом деле Если мы Сможем Закрыть Все Эти Карьеры То Наша Жизнь Кардинально Поменяется Я думаю Вы это Сами Понимаете Карьера Действительно Важная Действительно Нужная И Ну Действительно Очень Классная Поэтому Мне кажется Что Генератор В этом Плане Над нами Смиловался Чему я Конечно же Очень рада И да Я очень буду Ждать Ваших Комментарий По поводу того Как вам Вообще Выбор От нашего Генератора Что вы думаете Насчет тех Карьер Которые Нам Выпали И вообще Какие у вас Мысли И да Собственно На этом Все Поэтому Сейчас Уже Будем Возвращаться В игру И Продолжать Играть С нашими Персонажами Но На самом Деле Я уже Знаете Я забыла Совершенно Что Наверное Уже давно Нужно было Закончить Эту серию Да Как-то Я заигралась Но Теперь Когда Мы Наконец Таки Сделали Такое Важное Дело Как Генерация Карьер Для Нашего Следующего Поколения Апокалиптиков То Я думаю На этом Уже Точно Можно Завершать С вашего Позволения Я буду Уже С вами Прощаться Всем Огромное Спасибо За внимание Я Благодарю вас За то время Которое Вы Уделили Мне И моему Семейству Макинтошей Мы Увидимся С вами Совсем Скоро А пока Что Всем Пока Субтитры 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 Субтитры